Не пройти, не проехать. Особенно весной и осенью во время дождей. Именно так можно было охарактеризовать межквартальные дороги в новых местах захоронения на городском кладбище. Раньше те, кто приходил на могилы к своим родственникам именно в новую часть крестьянского кладбища, не обходились без резиновых сапог. Проблема дорог начала решаться. Городскому кладбищу на эти цели выделили более полторы тысячи тонн асфальтовой крошки. Ею засыпят более двух километров межквартальных дорог. А вот что касается вот этих дорог, надолго ли это асфальтная крошка, ну, по крайней мере, она будет служить долго. А если в перспективе, как перефразировав слова президента Чеченской республики Рамзана Кадырова, если Аллах нам даст деньги, то, возможно, у нас появятся бетонные дороги в ближайшее время. А то, что мы сегодня делаем асфальтной крошкой, это будет хорошим основанием. Так что начало есть. Мы с одной стороны и с другой стороны никак не могли подъехать вот на машине, еле-еле дорогу там нашли. А там даже впуститься не смогли, грязно очень. А так, конечно, надо обязательно дорогу делать. Это будет всем. Все люди будут довольны. Будем подъезжать даже на машине, это удобно очень. Большая работа была проделана и по созданию зоны моральной защиты. Проще говоря, чтобы скрыть территорию кладбища от глаз людей, которые не планируют туда заходить. Работники Танека высидели тысячу берез. В планах перенести забор, огораживающий старую часть захоронения, на окраину новой территории. Ружни Себатова, Фахри Исламов, Новости НТР.